С военной походой пророка Алей-Сарат Уссал. Среди ученых есть те, которые говорят, что было 29 военных походов. То есть тех походов, в которых участвовал непосредственно сам пророк Алей-Сарат Уссал. Самым важным из этих походов являются семь. Это Бедр. В этом походе Аллах, Субхану Ва Тааля, оказал помощь и поддержку Исламу и мусульманам. Пророк Алей-Сарат Уссал с частью сподвижников вышел из Медины. При этом их намерением не было сражения. Они хотели преградить путь торговому каравану, который принадлежал Курай-Шитам. Курай-Шиты услышали об этом. И вышли из Мекки, чтобы спасти свой караван. Но караван он спасся сам. Но все равно они захотели обязательно сразиться с пророком Алей-Сарат Уссал. Всевышний Аллах помог мусульманам. И главы, лидеры, не веря, они были убиты. Вторая битва, второй военный поход, это битва при Ухуде. Вот эта битва, в том, что произошло при ней, здесь есть много мудрых моментов. Один из мудрых уроков, который преподнесла нам эта битва, что любое ослушание противодействия Аллаху или его посланию, даже если это малейшее услышание, оно может обернуться наказанием. И, кроме того, это было уроком, чтобы люди могли понять, что им делать после смерти пророка Алей-Сарат. Третий военный поход, это Алхандак или его называют еще Ахзаб. Неверующие Мекки и другие племена неверующих, они собрались в огромное войско и пришли к Медине. Они были извне Медины, а изнутри Медины это были представители иудейских племен. Это было большое испытание очищения для верующих. Но Аллах, Субхану Таля, отвел их. После этого события уже из Курай-Шитов никогда не выходило войско, чтобы сражаться с пророком Алей-Сарат. Была битва при Хайбаре, это было сражение с иудеями. Было Табук. Взятие Мекки. И битва при Хунейне. Все войны походы пророк Алей-Сарат у Сарам, вне зависимости от того, участвовал в них сам или посылал людей. Ни одного человека из стариков или людей, которые занимались поклонением, не было убитых. Или из детей. Или из женщин. И ученые, они даже собрав эту общую численность погибших с числа неверно, говорят, что она не превышала за все время его походов тысячу или, согласно другой версии, тысячи двести человек. Это может быть во время мировых войн за одну секунду погибает столько людей. Пророк Алей-Сарат у Сарам не сражался ради сражения. Он сражался с людьми для того, чтобы ввести их в религию Аллаха, стремясь к тому, чтобы они вошли в религию Аллаха. Пророк Алей-Сарат у Сарам не начинал сражение с кем-то, пока не предлагал ему выбор. Предлагалось ему принять ислам. Если он не хотел это, тогда предлагалось ему выплачивать дизью. Если и с этим не соглашался, вот тогда уже оставалось третье это сражение. Нет. Нет. Нет.